желаем всем доброго дня и как всегда мы с ксюшей продолжаем делать для вас обзоры отеля анталийского побережья и как вы думаете куда же сегодня мы приехали мы сегодня приехали в отель сила и family resort который находится в районе кони алты это городской отель считается пятизвездочный и сейчас ольга которая работает здесь в отделе маркетинга как никто другой подробно расскажет нам про этот отель про концепт и покажет нам здесь номерной фонд ну давайте пройдемте к ольге здравствуйте ольга спасибо здравствуйте меня зовут ольга я являюсь пиар-менеджером сети отелей сила группы сегодня я познакомлю вас с нашим замечательным городским отелем который также входит в сети life group сила и family resort к слову сеть отелей сила и в группе имеет такое название именно потому что первым отелем который приобрели владельцы данной сети это именно был отель сила и family дело в том что несколько лет назад был приобретен этот отель здесь полностью все поменялось здесь была проведена реновация реновация общей территории реновация номеров последняя реновация номеров проводилась 2018 году то есть принципе это три года назад было номера выглядят очень хорошо номера комфортабельные я чуть позже остановлюсь более конкретно на номерном фонде ну а пока расскажу о самых сильных сторонах отеля конечно же огромное преимущество отеля сила family это локация как вы знаете отель находится в самом престижном районе анталии не побоюсь этого слова то есть если раньше сам престижным считался район лара то сейчас это район кониалты кониалты даже называют турецким майами если вы видите на набережную вы увидите всю красоту средиземного моря и сочетание центральной локации именно здесь также мы имеем свой собственный пляж пляж является частью пляжа района кониалты данный пляж обладает голубым флагом за чистоту и подтверждает данное звание каждый год а помимо этого у нас есть вся инфраструктура на пляже то есть это бар в котором вы можете взять горячие холодные безалкогольные напитки а также пиво из алкогольных напитков в турецких отелях по закону можно предоставлять только пиво но конечно учитывая тот факт что другие наши бары главные бары работают с 10 часов утра до 12 часов вечера то есть в это время вы можете пользоваться концепции все включено вы можете в другом паре допустим в снэк баре который располагается у бассейна взять любой напиток алкогольный даже более крепкий и принести его нам даже если это не запрещено номерной фонд небольшой 239 номеров но имеется несколько категорий номеров которые могут разместить как допустим влюбленные пары то есть кому нужна одна большая односпальная кровать вернее двуспальная кровать и также могут разместить многочисленные семьи допустим семьи в которых 4 5 6 человек номера чуть позже я вам покажу вам покажу стандартный номер и семейный номер также хотелось еще рассказать про локацию более подробно да вот этот момент я немножко упустила сейчас дело в том что центральная локация нашего отеля сочетается с первой береговой линии у нас есть как я уже сказала собственный пляж с полной инфраструктурой переход на пляж частный с территории отеля то есть вы заходите в переход который я покажу вам чуть позже из территории отеля попадаете непосредственно на наш частный пляж нашим частным пляжем не имеют права пользоваться какие-то люди кроме постоярцев нашего отеля что тоже важно у нас имеется лайфгард на пляже имеется охранник который следит за чистотой или порядком на пляже это важно да ну и конечно часто гости задают такой вопрос какой вход в море пологий или можно ли с ребятишками до маленькими купаться конечно нужно очень комфортный пологий вход и так как содержание так скажем пляжа сама структура это мелкая галька и песок перемешка да нет огромных плит какие-то вход в море очень комфортный удобный и не требуется какая-то специально конечно если так сказать все индивидуально если вы очень чувствительный человек можете воспользоваться тапочками но большинство наших гостей тапочками не пользуются им очень удобно и никаких таких вот жалоб не уступает сейчас я расскажу про кухню что тоже важно потому что гости часто задают вопрос на наш человек зачем едет покушать и пить за морем конечно же расскажу сейчас что же есть у нас в ресторане и какие рестораны имеются у нас есть главный ресторан где наши гости завтракают обедают и ужинают также у нас есть поздний завтрак поздний ужин так называемый ночной суп из еды там конечно ночью не только суп но и другие какие-то продукты то есть есть возможность перекусить если вы пропустили ужин помимо этого у нас есть а-ля карта ресторан то по пандемии позапрошлом сезоне у нас а-ля карта ресторан был платный но в этом году мы решили сделать так мы немного поменяли концепцию так как от наших гостей часто поступали запросы именно на завтрак потому что у нас среди наших гостей очень много людей которые ведут здоровый образ жизни многие из них не ужинают вот именно в поздний час а-ля карта ресторана в основном работают 8 часов поэтому мы решили немного подкорректировать концепт концепцию а-ля карта ресторана и сейчас мы предлагаем а-ля карта завтраки что это из себя на самом деле это фишка нашего отеля определенно очень даже интересно дело в том что турецкие завтраки я думаю вы знаете очень такие разнообразные красивые и сейчас любой гость нашего отеля по предварительной записи настойки без тела и жизнь с которым располагается в лоббе может забронировать а-ля карта завтрак и посетите его очень такой инстаграмный красивый за но это очень круто очень многие любят турецкий завтрак и хотят его попробовать но в отелях чуть не такая концепция просто турецкий завтрак здесь здесь европейский больше завтрак чем турецкий но это очень круто и что что хорошая идея да отличная идея то есть и нам как отелю так скажем это менее затратно чем устраивать какие-то гендиозные ужина и гостям это нравится гораздо больше то есть мы получаем очень такие позитивные отзывы после того как немного подкорректировать данную концепцию вернусь главному ресторану в главном ресторане каждый день и на обед и на ужин есть несколько видов горячих блюд и закусок с красным мясом с рыбой есть морепродукты также один раз в неделю у нас такая концепция морепродуктов то есть можно увидеть не только допустим креветочки и меди можно увидеть и раков и кальмаров то есть полное разнообразие молит морепродуктов у нас осуществляют суши по уже есть конечно куда без это плода да один раз в неделю у нас такая концепция то есть в основном конечно же туристы бронируют от 7 ночей и дольше то есть как минимум у человека есть возможность у любого гостя нашего отеля попасть как минимум один раз на такой ужин но и расскажу еще о паре фишек которые проводятся у нас в отеле в главном ресторане про которая только что говорила иногда без какого-то предварительного анонса мы проводим своего рода флешмоба объясню что за флешмоб конечно сейчас я об этом расскажу уже для многих туристов не будет сюрпризом но я не могу об этом искать потому что это действительно очень так уникально и необычно представляете обычный ужин в отеле ничего такого не прописано в анимационной программе что будет какой-то экшен в главном ресторан что будут какие-то развлечения нет просто гости приходят как обычно набирают еду садятся со своей столы и ужинают но заранее в этот день мы приглашаем профессиональных артистов которые исполняют итальянскую оперу на итальянском языке они переодеваются в поваров в работников кухни и просто выходят в зал имеется ввиду зал ресторана где наши гости ужин в один прекрасный момент у одного из этих артистов из рук падает это может быть крышка это может быть сковородка что создаст шум естественно все гости поворачиваются обращают на него внимание и тут весь этот оркестр так скажем начинает играть и исполнять оперу если вам интересно можете посмотреть на нашей странице instagram либо facebook в instagram tv я выкладывала видео данного флешмоба очень интересно гости очень удивляются начинают снимать улыбаться то есть поднимается настроение да и вот периодически мы проводим такие флешмобы с какой периодичностью я сказать не могу ну как минимум раз в неделю раз в две недели мы это проводим но еще один флешмоб который также пользуется популярностью это когда мы приглашаем профессиональных танцоров группа профессиональных танцоров состоящие из 15-20 человек они переодеваются в форму персонала ты или кто-то переодевается под горсон под официанта кто-то переодевается под уборщика и в один прекрасный момент но это происходит днем уже они вечером а значит данный персонал выходит в лобби начинает тому больше что-то трет сюда что-то протирает горсон приносит что-то приносит и тут один прекрасный момент начинает играть музыка и все вещи этот персонал начинают танцевать в лобби причем танцевать профессионально танцевать синхронно это очень интересно выглядит в нашем instagram tv также есть видео этого флешмоба очень интересно посмотрим обязательно да кстати ксюша когда я первый раз увидела флешмоб который проходил в ресторане дамы в турецкой оперы меня никто не предупредит что будет флешмоб просто менеджер аристаллина пригласила меня на ужин ну вот приходи поужины сегодня не в своем отеле а здесь у нас да где она собственно то есть не в порта было здесь и я просто сижу ужину это началось действительно какой-то восторг и неожиданность эмоции я это на ней чернокожие случайно нет те кто исполняют оперу это турки но они исполняют на очень такой хорошем итальянском языке наши танцоры группа танцоров которые делают флешмоб именно в лобби да некоторые из них темнокожие но все равно как бы гости друшит просто да да нет просто я знаю что мы когда в либерти работали у нас был тоже очень большой упор и но они были афроамериканцами американцы темнокожие и их там было начать 15 и тоже пели оперу час и это было очень круто просто реально это было мое любимое шоу хотя всю жизнь занималась танцами но опера это прям вообще было мурашки покажи да они прям когда начинали петь у нас все сходились на лобби было куча людей всех лопали это реально это круто действительно это очень интересно вот у нас кстати еще есть несколько фишек в плане анимации сейчас кратенько про анимацию расскажу раз уж я затронула момент так как наш отель работает 12 месяцев году в летний период то есть официально высокий сезон у нас начинается с 1 апреля и до 31 октября он длится то есть высокий сезон у нас такая полноценная хорошая анимация то есть это не анимация своими силами вот только там мистер и миссис отель караоке и так далее да но у нас есть и приглашенные артиста профессиональные то есть это могут быть акробаты танцоры профессиональные кавер-группы и так далее это у нас значит в сезон и также в сезон мы проводим несколько раз в месяц шоу игрушек для детей вот на вы наверное знаете вот этот мультик игрушки и к нам приходят костюмированные артисты дети в восторге то есть так как мы позиционируем себя как отель все-таки семейный мы очень большое внимание уделяем именно анимации детской и помимо каких-то развлечений для взрослых у нас также очень активная детская анимация каждый день проводится мини диска это как закон каждый день у нас работает мини клуб с 10 утра до 5 вечера с перерывом на обед в мини клубе персонал у нас имеет педагогическое образование что тоже важно то есть во всех отелях сети силах групп мы уделяем огромное внимание именно персоналу мини клуб мы понимаем что далеко не каждый человек может даже если он знает там турецкий английский русский язык там миллион языков не каждый человек может коммуницировать детьми я просто сама как педагог я это понимаю поэтому мы предпочитаем брать конечно на работу именно в мини клуб персонал с педагогическим образованием и для мини клуба у нас разработана система активити то есть это не просто вы сдали извините своего ребеночка и он там бездельничает у нас есть определенная программа развивающих и обучающих активити то есть по программе вашего ребеночка чем-то займут и чем-то полезным он что-то сделает какую-то поделку маме к маме принесет или его чему-то обучит какой-то новой игре увлекательной то есть если вы оставляете своего ребенка мини клубе вы можете быть спокойными что он будет под присмотром и его чему-то научат и как-то увлекут интересно полезно времяпровождение да да чуть позже я также покажу мини клуб а что касается бар по ресторанам как я сказала у нас концепция все включено с 10 утра начинаются подаваться напитки до 12 вечера алкоголь не все нет без алкогольные вы можете брать и ранее все имеется ввиду алкогольные напитки именно с 10 утра то есть на завтрак и получится если у кого какой завтрак и принять алкогольная напитка время пойдем хорошая идея но к сожалению вот и значит по поводу баров у нас имеется несколько бар в отеле основной бар это конечно пар в лобби также имеется бар у бассейна снэк-бар тире снэк-ресторан где вы можете как покушать так и взять какой-то напиток также имеется бар на пляже про который я говорила и имеется небольшой бар на месте и также у нас есть на момент сейчас по концепции это не активно это функция бара ночном клубе потому что сейчас из-за пандемии проводить именно дискотеки в закрытом помещении запрещено то есть у нас проводятся какие-то танцы дискотеки но все это проводится на таком клубе ну и конечно до 12 часов как пока вот есть такое временное ограничение